Вот первое правило бойцовского клуба. Второе отличается не сильно. Никогда никому не рассказывать о бойцовском клубе. Но сегодня эти постулаты нарушат. В Молодежном театре Алтая нам расскажут о новой постановке по одноименному произведению Чака Паланика. С кем бы ты хотел подраться? Да привет со своим боссом! Да-да! А с кем бы подрался ты? Своим борцом! Я своего не знаю! В схватке участвуют только двое. И не более одного поединка за раз. Это третье и четвертое правило бойцовского клуба. Но мы видим, что на сцене человек сейчас гораздо больше. Всего в спектакль задействовано 14 артистов. И репетировать они начали полтора месяца назад. Я играю Тайлера Дёрдена. Близка. Да, любая роль близка, наверное. Когда ставится спектакль, когда берется произведение, все равно ты частичку из себя вносишь. Ну, без этого, наверное, никак. Цветы! Был я! Телевизор! Был я! Это я взорвался. У нас сейчас прослеживаются по ходу спектакля точки, какие-то станции, где мы можем зацепиться друг за друга. Ну и ты же понимаешь, о чем идет в принципе речь, что это мое альтер-эго, это второй я, и с ним нужно взаимодействовать, как будто ты разговариваешь сам с собой. В этих точках на станциях ты пытаешься сделать как можно больше, но чисто по-актерски. Бойцы сражаются без обуви и голые по поясу. Поединок продолжается столько, сколько потребуется. Спросим у режиссера постановки Максима Соколова, чего зрителям ждать от спектакля. Это будет экранизация так называемой книги? Нет, это никакая не экранизация книги. Это же все-таки театр, это отдельное произведение. Потому что если делать Больцовский клуб вообще по правде, пусть они дерутся по-настоящему. Ну я так думаю. Да? Просто мы можем не досчитаться зубов после первого показа, а после второго еще не досчитаться зубов. Ну логично же, потому что я знаю, делают спектакли Больцовский клуб, и там стендбой. Мне он не нравится. И это вообще жизнь тела, вот она важна в этом спектакле. Если противник потерял сознание или говорит «хватит», то бой должен быть закончен. Это седьмое правило. Восьмое же гласит, что новичок просто обязан принять бой. И эти постулаты относятся уже к зрителям. Их, кстати, ждут на поединок уже 30 мая. Дарья Ремиллер, Александр Антропов. День с толком. Дарья Ремиллер.